Мейнкуны – самые крупные домашние кошки. Их дикий вид, длинная шерсть с интересным рисунком и кисточки на ушах, как у рыси, сразу привлекают к себе внимание. О величественных кошках прямо сейчас в нашей программе. В наши дни сложно найти человека, увлекающегося кошками, которому была бы незнакома порода Мейнкун. Эти североамериканские великаны вызывают восхищение во всем мире. Ряды их поклонников неуклонно растут год от года. И, пожалуй, ни одну породу кошек не окружает такое количество мифов. Мейнкун – аборигенная порода Северной Америки. И название этой породы происходит от двух слов. Мейн – от названия штата Мэн на северо-востоке США, где и появились эти кошки. И кун – это производная от английского енота. С этим и связана одна из многочисленных легенд о происхождении этой породы, согласно которой Мейнкуны появились от союза кошки и дикого енота. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. И фелинологи считают, что Мейнкуны появились в результате скрещивания местных, значит, североамериканских короткошерстных кошек и длинношерстных собратьев, завезенных на континент из Европы. Мейнкуны – самые большие домашние кошки. И в нашей стране одни из самых популярных. Без этой породы, пожалуй, у нас не проходит ни одна выставка. Вес этих котов может достигать более 10 килограмм, но при этом выглядеть они могут гораздо стройнее своих собратьев, имеющих меньший вес, но другие пропорции тела. Этому немало способствуют длинный корпус и хвост, и элегантный мейнкуновский наряд. Ну, вы знаете, Мейнкун – это, конечно, удивительная порода. И первое, что привлекает, это, конечно, внешний вид. Это огромные, невероятно красивые, величественные кошки с кисточками на ушах и взглядом дикого зверя. Но, несмотря на свою суровую внешность, это нежнейшее создание со сливочным характером, интеллектом собаки и очень интересным поведением. Порода была выведена фермерами на восточном побережье. Изначально кошки ценились за их превосходные навыки мышеловок – ловкость, ласковость и добрый нрав. Эти качества сделали породу всеобщей любимицей. У этих кошек большие лапы, позволяющие передвигаться по снегу. Длинный пушистый хвост сохраняет равновесие в беге и прыжках, а также служит теплым одеялом для сна в холодную погоду. Мейн-куны очень любящие животные. Они ласковы, привязаны к людям и совершенно не оправдывают опасений, которые может вызвать их внешний вид. Я думаю, что эти кошки могут подойти абсолютно всем. И семьям с детьми, так как мейн-кун вряд ли выпустит когти. И тем, у кого есть другие животные, так как мейн-кун прекрасно уживается со всеми. И просто тем, кто хочет видеть в кошке собеседника, компаньона и верного друга. Рекордсмены по размерам, рекордсмены во всем. Например, именно у кошки породы мейн-кун были зафиксированы самые длинные усы в мире – 19 см. Многие кошки этой породы носят на лбу букву «М». Это далеко не диванные кошки. Они достаточно активны и подвижны. И с удовольствием примут участие во всех предложенных им играх. Но при этом вряд ли наведут беспорядок. Еще одна особенность мейн-кунов – это их тихий мелодичный голос. Они редко мяукают, они издают звуки, похожие на курлыками. Как и большинство аборигенных кошек, мейн-куны сильные и выносливые. Болеют они редко, хотя некоторые генетические проблемы им все-таки свойственны. Длинная шерсть мейн-куна, безусловно, требует ухода. Вы знаете, нет ничего сложного в уходе за мейн-куном. Так как у них достаточно длинная и густая шерсть, их, конечно, нужно расчесывать. И делать это желательно один-два раза в неделю. И, конечно, приучать к этому с детства. Эти кошки очень общительные. Они любят общество человека и сильно к нему привязаны. Мейн-куны – отличная порода для семьи. Эти кошки интеллигентны, им с рождения присущ внутренний такт. Они обладают высоким интеллектом и всегда чувствуют и различают не только интонации хозяина, но и взгляд. Сам мейн-кун не будет навязывать вам игры, но с удовольствием поиграет с вами, когда вы этого захотите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok